Всем привет! Вы на канале CatererStress. Меня зовут Максим и мы продолжаем наш марафон. Это уже двадцатая часть. У нас осталось буквально несколько частей, две-три, и в этой части мы сделаем последнюю нашу страничку, страничку контактов. Собственно, страничка простая очень, да, здесь у нас контактас и our offices, два блока несложных, небольших, тем больше здесь повторяется информация. То есть, в целом, все достаточно просто. Но есть элементы, на которым нужно будет посидеть. Это у нас, собственно говоря, наши радиокнопки и это select и custom, которые нам придется сделать плагином, ну и так далее, в общем-то, разобраться с ними. Итак, давайте приступать. У нас уже сделан первый блок, контактс, да, и нам нужно сделать контактс форм. Под него мы тоже уже сделали отдельный файлик и уже даже подключили его, то есть нам просто остается писать код. Давайте этим займемся. Итак, у нас будет секция контактс, да, контактс, контейнер, внутри будет h2, title, title-center, контакт, as. Как вы помните, все эти классы, title-center и так далее, они все уже готовы у нас. Desk, 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 Center. Вот. И этот текст давайте оттипографим и вставим. Вот так. Готово. В принципе, на этом у нас верхняя часть закончена. Дальше у нас идет контактс, контент какой-нибудь, да. Здесь мы делаем img.contacts.image.gpg и сделаем его скрытым, area.hidden, то есть скрытым от экранных читалок, имеется. Вот. Ну и будет у нас еще контактс. Давайте, наверное, контактс форм так и назовем ее сразу. У нас сделаем здесь тег форм. Экшен у нас будет пустой. Мы отправку делать пока не будем никакую. Это все будет делать за нас, собственно, winter.cms. Ну и что? Нам нужно добавить здесь, получается, несколько групп полей. Давайте этим займемся. Здесь все у нас достаточно просто. Итак. Ну что мы сделаем? Мы вернемся сначала на предыдущую страничку, да, где мы делали комментарии, да. У нас здесь должно быть комментс, что-то. Вот, пост комментс. И у нас здесь есть, так, вернее, постформ. Вот, да, постформ. У нас здесь есть уже готовый лейбл. Давайте его использовать. Пожалуй, мы сможем все сделать одним флексом, да. Просто у нас будет элемент-элемент, элемент-элемент, элемент-элемент и большой элемент. Ну и потом еще внизу будет отдельный блок. Наверное, да. Итак, формфилд gray, постформфилд мы меняем на контактс формфилд. Ну и, в принципе, все. Здесь у нас name. Name будет тоже name. Кстати, получается, я здесь не поменял name, да. Да, давайте поменяем name. Здесь тоже будет type text. Вот, теперь правильно. Хорошо. Так, name name required, все дела. Да. Your name. Да, здесь все правильно написано. Берем следующий элемент. Это у нас уже будет select. Select мы будем стилизовать, как я уже говорил, плагином. Контакт с формфилд. Формфилд caption остается. И мы здесь напишем I am interested in. Да, и здесь у нас будет select. Селектор мы назовем формфилд select. На самом деле класса ему давать смысла особо нет, потому что у нас все равно будет кастомный, но мы лучше зададим. И что здесь будет? У нас будет здесь interested. Interested. Надеюсь, не нужен. Ну и в select мы укажем, давайте, пару опшенов. Первый опшен будет пустым value. Мы назовем здесь choose interested. Да, например, да. Ну, то есть выберите что-то интересное. И давайте сделаем еще один select с value, который уже будет interior design. дизайн. Вот, в value я рекомендую не ставить пробелы, поэтому давайте сделаем вот так, нижнее подчеркивание. Ну и, собственно, на этом все с этим элементом. Пока что, да. Далее у нас идет phone. Не забудем, что здесь должен быть type-tel. Здесь мы сделаем phone. И здесь объявляем на your phone number. Готово. Следующий элемент снова select. Мы скопируем предыдущий select. Так будет проще. Так, здесь будет location. Location. Здесь поставим required. Здесь будет тоже location. Здесь будет choose location. и здесь будет у нас... Ну, New York. Так и будет. New York. Так, что я неправильно пишу, я неправильно написал букву. Да, вот так. New York. И здесь тоже берем пробел. Готово. Следующий input. Это у нас email. Он у нас без звездочки, значит, без required. Type email. И name тоже email. Ну, и здесь будет your working email. И вот следующий блок, это уже, наверное, не label даже будет, а это будет contacts.form.fieldset, наверное, да? Ну, и сделаем это, собственно, fieldset. Или fields. Давайте сделаем вот так. Contacts.form.fields. Далее здесь будет тоже span. Contacts. Form. Или, 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 или сделать все-таки это как formfield. Давайте вот так. Formfield. Дальше это будет у нас formfield. Caption, как обычно, да? Потому что у него стиль такой же, нет смысла нам его менять. Только здесь не span будет, а legend. Да? Ну, мы, конечно, все равно стиль поменяем так или иначе, потому что legend имеет свои какие-то определенные стили. Вот. И внутри будет у нас три элемента. У нас уже есть checkbox. Давайте найдем, где у нас вообще checkbox находится. Ctrl-Shift-F. Поиск по всему, по всему проекту. И вот у нас есть custom checkbox. Вот он. Мы его забираем полностью и вставляем. У нас тут кастомная радио-кнопка, поэтому мы меняем, конечно, здесь на радио. И здесь тоже на радио. Кстати, у нас уже есть контакт с форм блок. Не знаю, как это повлияет сейчас, но посмотрим, если повлияет. Мы, конечно, это все поправим. Далее здесь тоже радио. И здесь тоже будет радио. Ну и, конечно, сам type тоже радио. Здесь мы меняем на form. И давайте сохраним, посмотрим, да, действительно, как влияет контакт с форм. А влияет полностью, потому что здесь появляется тень, все дела, которые у нас не должно быть. Давайте, значит, менять здесь. Давайте назовем контакт с форм. Мы просто поменяем на форм контакт с. Вот так. Готово. Посмотрим. Вот так это выглядит по сейчас. Появился наш обычный пока что, да, обычный пока что, обычная радио-кнопка. Давайте добавим еще. И нужно будет три. Вот эти три кнопки. Что у нас здесь? For email, Viber. Значит, email и Viber. Да, и, конечно, нужно добавить value сюда обязательно. Да, те же самые фон, те же самые email и тот же самый Viber. Это важно, потому что без этого просто никак. Ну и, пожалуй, здесь нужна еще будет оберточка, да, нам, чтобы это все правильно разместить. Давайте сделаем div. Див, form, field, это flex, давайте назовем просто и все, просто чтобы разместить это все в строчку. Не уверен, что div.fieldset можно вставлять, но пока что сделаем так. Так, здесь мы потеряли одно нижнее подчеркивание у класса. И что-то еще я хотел сделать. Да, я хотел добавить name, потому что он должен быть одинаковым, иначе правильно не сработает. Это будет у нас contact method. Вот так. Хорошо. Вернемся сейчас на страничку, на страницу post comments, post form точнее. Заберем оттуда нашу текстерию, да, она будет идти после вот этого fieldset, вот сюда. Да, form field big, здесь мы меняем на form contacts, field, и form contacts field big. Да, здесь будет у нас написано message. Так, угу, здесь будет your message. Ну и в принципе здесь с этим все. Остается добавить, давайте это будет form contacts.bad. И внутри мы сделаем, собственно, наш кастомный читбокс. Давайте еще раз его найдем. Вот он. А давайте вот это все заберем и там уже подправим. Вот, кастомный читбокс, а я agree, ля-ля-ля, вот это все, вот он полностью готовый. Центрить нам не нужен, потому что у нас кнопка рядом находится. Мы просто кнопку размещаем здесь. Здесь меняем на form contacts, btn, ну и здесь тоже, соответственно, да, form contacts, чербокс, бтн, бтнфилд, type submit, да, и здесь сентреквест все то же самое. Сохраняемся, и вот наша форма теперь выглядит вот так, как в принципе и должна выглядеть. Отлично, здесь мы все сделали именно с точки зрения HTML. Давайте теперь с точки зрения стилей. Экспортируем сразу изображение, пожалуй, да. Это у нас будет contacts image, насколько я помню. Проверим. Что-то не появляется. Contacts image jpeg, а я в jpeg, а может быть не в ту папку сделал. Давайте проверим. Затем нет, все правильно. Contacts image jpeg, все есть, а что ее не видно? А, видно, все, появилось. Отлично, тогда все есть у нас. Значит, теперь наша задача все это правильно разместить. Мы, по-моему, еще не скачивали здесь картинку. Давайте ее скачаем. Так или иначе она нужна. Проверим. Контакт. Да, еще не было. Значит, теперь есть. И теперь давайте ее тоже подрезать. Последний раз мы это делаем. У нас нет магетов адаптива, поэтому больше мы это делать не будем. Но адаптив мы сделаем сами. И, в принципе, поскольку мы делали сайт гридами, с адаптивом проблем не будет особых. Я думаю, что примерно за час видео по адаптиву, может быть, чуть больше, мы сделаем весь адаптив всего этого сайта. То есть он достаточно простой будет. Да, здесь все есть у нас, все хорошо. Давайте делаем экспорт. Так. Есть экспорт. Сохраняем еще раз. И сразу проверяем, что отработало это все дело у нас. Да, контакт появился в другом месте, то есть обновился. Все отлично. Возвращаемся и включаем снова наш плагин. Плагин. Так. Так. Идем, выбираем контакт. Выставляем все, как обычно, по центру. Здесь все по нулям. И здесь ставим вот так. Отлично. Картинка у нас на месте. Все здорово. Значит, нам теперь нужно обращаться именно с секцией контакт. Давайте зададим файлик контакт. Контакт. Вот здесь. Создали. И его нужно, конечно же, подключить сюда. Контакт. Есть. Ну и, собственно, обращаемся к контакт. Что здесь будет? Здесь будет сразу подник топ. Ну, условно, 80 пикселей, например. Чтобы опустить вниз. Видимо, 120. Да, 120 идеально. Текст тоже идеально встал. Картинка тоже стала идеальной. Отлично. Значит, мы уже пол дела сделали. И теперь для контента мы сделаем Displify.Flex. Justify.Content.SpaceBetween. Так. Сохраним. Что-то не сохраняет. Видимо, подтупливает немножечко waste code. А если так? Не понял. Давайте сохраним это все дело. Закроем файлик. Зайдем снова в контакт. С CSS. Вот. Теперь он сохранился. Хорошо. Вот наша форма. Все в порядке. Ну и, пожалуй, вот здесь я бы еще добавил отступ. Ну, скажем, условно, любой нам пикселей. Для этого мы должны задать класс. Давайте сделаем здесь. Класс равно контакт с имейдж. Любой отступ просто для того, чтобы при сжатии сайта, когда мы будем сайт сжимать, чтобы оно не наехало. Ну, 20 пикселей, например. Просто чтобы вот эта форма не наехала на картинку в любом случае, чтобы там не происходило. И, пожалуй, еще пригодится здесь flex-ширинг 0 для изображения, чтобы оно не сжалось. Чтобы сжималась форма. Ну, опять же, там будем смотреть. Это дело такое. Окей. Мы это сделали. Теперь давайте к форме. Form-контакт у нас она называется. Пожалуй, буду писать ее прямо здесь. Ничего страшного. Display flex. Flex wrap. Wrap у нас будет. Ну, и just the content space between. Готово. Далее. Для форм филдов внутри, а точнее вот этих вот филдов, да? With 49% или 48%. Не помню, насколько оно там было. О, может быть, и меньше. Сейчас поглядим. Ну, и, конечно, я бы задал общую ширину 600 пикселей, а точнее максимальную ширину. max.quit 600 пикселей, чтобы мы могли точно регулировать. Да, и видим, что здесь должно быть меньше. 48. Опять не сохраняется файлик. Не понимаю, что ему не нравится. Может быть, у меня что-то с компьютером произошло под конец марафончика. Да, действительно, он что-то долго думает. Давайте поглядим. Да нет, вроде все в порядке. Если смотреть диспетчером. Ну, давайте опять же сохраню, закрою. А он не закрывается. Ну, к сожалению, такие неудобства при записи, извините, но что поделать. Так, давайте вернемся опять в файлик. Вот, теперь вроде хорошо. Ну, единственное, здесь не 48, а там 47 и 8. 47 и 5, может быть. Во, 47 и 5 идеально. Отлично, это готово. Далее обратимся к formFieldCaption. Ну, пожалуй, прямо здесь. FormFieldCaption. Сразу зададим всем этим капшинам правильный стиль. Да, давайте прямо сразу заберем все нужное. Нам, в принципе, нужно только вот это. Ставим. И здесь var, color, gray. На всякий случай. Делаем так, проверим. Все, и встает уже идеально. Теперь обратимся к formFieldInput. Да, нам нужно для него тоже задать правильный рамзи шрифта. Ну, и цвет на всякий случай тоже продублируем. А вдруг вот так сделаем, сохраняемся. Вот теперь у нас input на месте. Ну, и размер input тоже должен быть соответствующий. И здесь у нас 52 пикселя. То есть 52 напишем. И здесь, насколько я помню, marginBot у нас должен быть 10. Да, идеально. Все, встало. Ну, почти. И теперь еще у каждого формFieldInput, то есть у филла каждого вот этого, нужно делать marginBot правильным. Ну, скажем, например, пикселей пока что 10, 30. А, наоборот, подождите. А если 0 поставить? А если 0, то работает как раз таки правильно. Значит, что-то не так у нас. Значит, что-то где-то у нас неправильно отрабатывает. Оставим 0 пока. И поглядим, что именно может быть не так. LineItemsFlexStart. Странно, почему нужны не такие отступы? Ну, понятно, что это из-за флекса происходит. Может быть, из-за того, что вот здесь вот сельдек так отрабатывает. Дороги не должен. Так, LineItemsBaseLine. Ему нравится BaseLine. Давайте поставим LineItemsBaseLine. Никогда не пользовался в жизни, но, видимо, пришло дело. BaseLine. Окей. Ставим BaseLine. Вот, теперь становится все хорошо. Отступы на месте, все в порядке. Ну, и давайте теперь разбираться с этими элементами. Видим, как они выглядят по умолчанию. Конечно, нас это не устраивает. Мы должны их изменить. Что мы сделаем? Мы перейдем сейчас в Google. Зайдем на сайт ChoiceJS. На GitHub, точнее. Этот плагин, который я часто использую для того, чтобы сделать подобную вещь. И сейчас вот здесь я найду ChoiceSmin.css. Вот он. И найду ChoiceSmin.js. Вот, собственно, он. Я перехожу прям по ссылкам, прям как они есть. И забираю у них код. Вот. У меня сборки устроены так, что я должен локальный файл использовать именно поэтому я так и делаю. Сейчас просто зайду в JS, в вендор. Создам здесь нужный файлик мне. Да. Это ChoiceSmin.js. И в него просто вставлю данный код. Вот так у меня работает подключение JS, грубо говоря. Я просто делаю так. Опять у меня что-то как проблема с сохранением. Давайте еще раз. Что-то прям все подвисает. Странно. Не знаю, что такое. Может быть, что-то с диском. Но на вид в диспетчере, то есть в диспетчере задачи все в порядке. Все здесь все сохранилось, все появилось. Отлично. Тогда идем в SCSS, в вендор. Создаем здесь ChoiceSmin.css. Файлик, заходим в него, забираем отсюда код и вставляем его сюда. Он стал не минифицированный, но это не важно, потому что все равно при сборке код будет весь минифицирован. Ну и, конечно, нужно подключить. Для этого мы переходим в вендор. Да, у меня JS не подключается, а CSS подключается. Поэтому нужно здесь указать choices.min. И вот теперь будет все хорошо, когда сохранится файлик, а опять не хочет. Убираем это все пока что. Ну и, конечно, нам нужно теперь применить наш код. Так, вот этим селектом. Пока там он пытается сохраниться, мы сейчас посмотрим, как это сделать. А у нас есть FormFieldSelect. В принципе, по этому классу мы все сделали. Итак, что мы должны сделать? Мы перейдем в JS, в компонент, создадим новый файлик. После этого будет Select.js. Да, вендор сохранился тем временем. И в Select.js мы пропишем код. Пока сохраним здесь. Перейдем в библиотеку. И посмотрим, что здесь можно сделать, как оно здесь работает. Нам нужно, по идее, найти какое-то базовое подключение. Ну, например, вот это вот. Вот, вставляем. Здесь мы ищем все нужные нам элементы. То есть FormFieldSelect. Да. Вот так. Давайте напишем Select. Далее будет у нас Select.forEach.l. То есть пробегаемся по ним. И теперь задаем уже NewChoices.l. Ставим запятую. И здесь мы еще несколько вещей уберем. Ну, если мы оставим вот так. Применится все. Да, у нас будет поиск. У нас будет там PrestoSelect. Вот эти все ненужные вещи. Ну, мы как минимум поиск точно удалим. Да, давайте найдем, где здесь. Объект нам еще не нужен. Shoot.sort. Ставим False. Это чтобы стартировка не работала у поля. Да. Нам Position нужно только Bottom. То есть только вниз открывать. Поэтому я поставлю здесь Bottom. И где у нас тут? Что-то было с Search. Search.flow. Search. Желтый лимит. А, вот Search.enabled. Вот, собственно. Ну, мы поставим False. И тем самым у нас не будет ненужного нам. Есть еще PrestoSelect. Но мы его давайте скроем просто стилями. Думаю, так тоже будет достаточно. Его найти легко. Он просто здесь в списочке. Вот, все элементы автор сделан. Поэтому мы просто возьмем вот это. И просто строим. Перейдем в контакт CSS. И прямо вот здесь можем писать. Данный Select и написаем Displenable. Все, пристава Select нет. Отлично. Теперь давайте разбираться с размерами. И со всем остальным. Ну, то есть сделать все прямо по макету. Итак, у нас есть сам Choices. Давайте сделаем Choices. И 100%, конечно. То есть они ввели на всю ширину. Вот, собственно, это сделали. Высота указывается, судя по всему, не здесь, а где-то в другом месте. Вот здесь, в ChoicesInner. Значит, ChoicesInner. Хейс52 оставим. По макету как. Не равняется текст. Но это и не важно пока что. Мы его сделаем. Так, хорошо. Что дальше нам нужно сделать? ChoicesList. Да, сам этот элемент первый у нас сингловый. Ага. ChoicesInner. Вот, наверное, надо с ChoicesInner работать, да? Убирать всякие там паддинги и так далее. Давайте сначала сделаем сброс. Паддинг 0. Марджин 0. Что нам еще нужно убрать? Вот так вот сделаем. У нас свой бордер, да? По-моему, здесь какой-то... Вот он, собственно, бордер под радиус. Давайте его заберем. Вставим его вот сюда. И свой бэкграунд здесь еще есть. Вот он. Давайте свой бэкграунд тоже зададим. Так, и вот уже ближе к макету. Уже похоже примерно на правду. Единственное, что у нас здесь... Тоже 52. Но выглядит он как будто побольше. Или мне кажется? Кажется, наверное. Окей. Что у нас тут еще? Опасть 0.5. Учусь из placeholder. Не нужно нам на пасти 0.5. То есть ставим 1. Да. Мы просто сейчас обратимся к этому тексту. Ну, в принципе, он должен быть вот таким же, да? Placeholder. Абсолютно. Поэтому давайте поставим вот так. Не забил бы кое-как. Ничего страшного. Вот так вот. Вот. Теперь он действительно уже прям по размеру. И нам нужно вот этот элемент как-то растянуть. Ну, то есть сделать правильно, да? Здесь, смотрите, у нас padding bottom. Мы его снесем. Мы его снесем 100%. Он нам не нужен абсолютно. Опять не сохраняется фарик. И нам нужно придумать, как сделать вот этот элемент по центру. Я предлагаю сделать ему haste 100% сейчас. Да, он должен растянуться. Плюс padding уберется, он будет на всю ширину. И вот ему поставят здесь всякие там flex и так далее. Display flex, line items, center. Вот так я предлагаю сделать. Так, flex хранился. Что-то пошло не так. Давайте проверим. Что-то снесем, наверное, всю высоту. Все правильно. Вот этот блок у нас. А, я ему не поставил. Хейс 100%, да? Хейс 100%. Вот. Теперь все у нас вроде как по центру, вроде как даже ровно. Угу. Ну, вроде да. И остается еще padding left его здесь увеличить до макета. А давайте вот так сейчас наложим и поймем точно. Да, действительно, остается только увеличить padding left. Вот здесь прям пропишем его, пожалуй. padding left 20 пикселей. Вот так, 15 пикселей. Значит, это мы тоже у синва делали, да? Значит, да, padding left 15 пикселей. Так, хорошо. Уже почти, почти все. Теперь давайте обратимся к вот этому автору. Это у нас автор, который отвечает за иконочку. Сделаем здесь border none, потому что она сделана border по умолчанию. Иконка пропадет, логично. А мы сделаем свою с помощью вот этой стрелочки. Стрелочка у нас размерами, ну, 8 на 14 условно, или 8 на 13. Поэтому мы укажем здесь vys8x13. И экспортируем данную иконку vysvg. Так. Так, нам надо bmg. И здесь давайте пусть будет angle down. Так ее назовем. Да, у меня прям что-то с системой. И что-то она начала подтопливать именно в этом видео. engine angle down cg. background position center. background size cover. background repeat. low repeat. Сохранимся. Когда-нибудь оно отлагает. Итак, загрузился на все. Продолжаем. Ну, единственное, что иконочка у нас выглядит совсем как-то неправильно. Да, видим, что по размерам не то. Что у нас тут еще раз? 7,5 на 13. То есть, вроде мы правильно все сделали, но, возможно, сама иконка у нас гораздо больше. 20 на 20. Давайте попробуем сделать 20 на 20. Нет. Ему не нравится высота, в общем. Давайте. А может быть я неправильно указал? Вот здесь 14, а вот здесь 7. Да, я неправильно местами поменял, короче, случайно. 14 на 7 должно быть по высоте. Вот так. Да, вот. Вот теперь все действительно корректно будет. Да, проверяем. Ну, и ее нужно немножко сдвинуть. Да, это мы сделаем с помощью write свойства. Пусть это будет 16 пикселей. 17, 18, 19. Ну, пусть 19. Write 19. И сделаем здесь еще... Так, у нас там топ 50% уже стоит. Мы уберем margin.top. Причем сделаем это, наверное, important, потому что при открытии selecta будет лукаться. То есть, selecta, вернее, не будет лукаться, будет применяться свой margin. Мы отменяем его полностью абсолютно, чтобы он полностью его не был, а он нам не нужен. Ну, и transform, translate y, минус 50%, выравниваем по центру данную стрелочку, и все готово. То есть, при нажатии вот у нас вот такая вот вещь. Так, placeholder вот здесь. Ну, мы ее сейчас изменим. Ну, и в принципе все хорошо. Да, появляется вот эта вещь. Сейчас нам еще обратиться к isOpen нужно. Вот как раз-таки видите, как выглядит isOpen с автором. Ну, давайте сразу его, кстати говоря, используем. Здесь напишем еще transition на transform. Is an out. Вот здесь используем isOpen. Да, и укажем здесь вот такой вот rotate, 180 degrees. И translate оставляем, иначе он отменится. И сможем разворачивать иконку, но разворот, как видите, нас не устраивает. Почему? Потому что иконка сама по себе такая. Нам все-таки придется, к сожалению, сделать margin.top, скорее всего. Минус, сколько там получается, 7. Ну, чего не хочешь, что? Ладно, margin.top. Ну, как-то так. Да, ну и теперь давайте регулировать вот эту вещь, да. Здесь есть choices placeholder, а здесь у нас choices item, choices placeholder, да. И нам бы тогда вот этот choices placeholder стилизовать непосредственно внутри choices list single. Поэтому choices list single вот так сделаем, просто чтобы не задевать выпадающий элемент. Так, вроде я все равно задел, да, или нет? Не понял. Давайте проверим. ЧОС синдер, choices list single, choices placeholder. Ну, вроде все правильно. Во, вот теперь он на другой, видите? Вот, ну и в принципе, единственное, что бы я здесь еще поменял в этом выпадающем списочке, это его фон, да, он по умолчанию белый, я так понимаю, да, ЧОС если из дропдаун, я бы его сделал таким же, как и сам select, да, где он, что, background, вот он. Так, снова не сохраняется, но ничего, подождем. Но самое главное, что здесь он будет такого же фона, и в принципе, и все. Я думаю, на этом мы остановимся с стилизацией select. Опять же, у нас, насколько я знаю, в макете нет настоящего select, поэтому мы оставим так. Так, еще раз проверяем. Да, что ж такое-то, система эта сегодня? Я просто не понимаю, что им не нравится, что и не так. При этом все равно остается. Вот, вот так оставим, и в принципе, все. Отлично, с этим все. Теперь давайте вот с этим разбираться, да, здесь всякие бордеры нужно будет убирать, филдсеты и так далее, и падинги лишние. Давайте, форм, филд. Как он там называется у нас, этот филдсет? Форм контакт с филдс. Форм контакт с давайте вот сюда. Филдс, значит, бордер нам падим к 0. Это первое, что нужно прямо точно сделать. К филдсет, конечно же. Так, пришлось перезапустить компьютер, надеюсь, сейчас все будет в порядке. Скорее всего, это проблема с жестким диском, что-то мудрит. Ну, в общем, надеюсь, что сейчас все будет адекватно. Давайте продолжим. Собственно, у нас филдсет, да, теперь, скажем так, на повестке. Давайте разберемся с ним, что ему нужно, что с ним сделать и так далее. Так, филдс у нас есть уже, да. Ну, давайте зададим имяную на ширину 100%, очевидно. Так. Да, только не 100%, а 47,5, конечно же. Да-да-да, 47,5. А что ему не нравится здесь? Вид, что нет, что не так. Так, а, понял. Нет, решены. Давайте сделаем вот так. Сохранимся. Вот, теперь это все на месте. Так. Видимо, все-таки бейслайн нас не устраивает. Ну, ладно. Будем сейчас думать, что с этим сделать. Так, что у нас тут есть, кроме бейслайна еще? Давайте поглядим. Центр нам не нужен. Как-то найти бы нам такое сочетание адекватное. Ну, что-то прям не может найти никак. Ладно, тогда давайте не будем заморачиваться на самом деле. И сделаем гораздо проще. Просто сделаем форм. форм. Контакт. Лайн. Так проще всего. Так мы точно уверены в том, что все будет действительно адекватно. Поэтому давайте так и сделаем. Form. форма, с ней ничего не случится, ничего не изменится, поэтому пусть так остается. Да, сейчас, конечно, все сломается. Это нормально, ничего страшного. Сейчас мы к line обратимся и все это дело поправим. Итак, форм-контакт. Line. 100% дисплей флекс, gsf content, space between. Да, ну и 100% надо вернуть вот сюда. Вот, ну а здесь, соответственно, удаляем вообще флекс, он вообще здесь не нужен. Оп, вот, теперь уже лучше. Ну и теперь нам нужно вот этих вот line задать margin bottom просто, да и все. Ну, скажем, 30. Хотя там явно не 30, наверное. Ну да, чуть-чуть другое значение, но ничего. Нам нужно вот такое вот значение, это у нас 23. Отлично, мы задаем 23. Теперь у нас точно ровно, точно хорошо. Ну и остается сделать адекватные радиокнопки. Они в целом, конечно, похожи на макет, на самом деле, да, если мы сейчас посмотрим макет. Они похожи, единственный цвет отличается. Но мы не можем быть уверены, что, например, на каком-нибудь там айфоне условном, да, будет то же самое. Поэтому нам нужно будет сделать их самостоятельно с нуля. Ну, почти с нуля. У нас есть файлик чекбокс, да, по-моему, или нет такого. По-моему, было что-то такое. Так, видимо, нет. Давайте найдем тогда. Ctrl Shift F. Найдем опять же чекбокс, где он у нас находится, в каком файлике, где описаны стили. А, в сеттингсах написано. Все, отлично. У нас есть вот custom чекбокс. Мы просто его копируем. И теперь у нас будет custom radio. Custom radio. Input мы скрываем. Тексту все то же самое пока что задаем. Ну, и beforeActor мы сейчас поменяем под себя уже непосредственно на там какие-то кружочки, не кружочки. Там уже поглядим. Давайте, да, кружочек я предлагаю взять просто вот этой картиночкой с вгшной. Да, это будет у нас, пусть будет, это будет checkCircle. С вг. Так, максимально простой вариант. Сделать именно checkCircle. И что у нас тут по размерам? 4, нет, 8 на 8. 8 на 8, окей, делаем 8 на 8. Background size сделаем здесь, тогда cover. Нет, 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 наоборот. Вот здесь 8 пикселей, 8 пикселей. А здесь мы сделаем такой же кружок, как и внешний. 16-16, да, так и должно быть. Вот, 16-16. И здесь то же самое. И здесь тогда у нас border-радиус будет не 3 пикселя, а 100%. Быть 16-16. Border здесь у нас, видимо, 2 пикселя, а не 1. Хотя не факт. Вот, и теперь у нас появляются вот эти кружочки. Нет, все-таки 1 пиксель border, да. Вот, если мы сейчас чекнем какой-нибудь, то у нас появится внутри кружок. Кружок у нас слишком заполнился. Давайте поглядим, почему. Ну, input checked text before. А, вот у нас background color. Нет, нам это не нужно. Нам нужно задать только пасть 1. Во, вот так. Ну и вот, смотрим, да. В принципе, оно уже все готово. Остается там только с текстом разобраться, правильный ему стиль задать. Да, давайте это сделаем. Так, текст, текст, текст. Вот он, да, у нас color gray. В принципе, да, все правильно, color gray. И еще момент у нас по умолчанию. Вот этот внешний кружок у нас все-таки вот такой, серенький, да, типа. Вот. Давайте напишем здесь border pixel solid. Вот, и вот этот цвет. По умолчанию он такой серенький. Вот. А уже потом у него border color меняется, поэтому мы здесь еще припишем border color 03s is in out. А, ну, в принципе, не еще, а только вместо него. И тогда все-таки придется здесь использовать вот эту вот запись. Здесь написать before, а здесь написать border color. У нас будет color color primary. Вот. Теперь они будут серенькие, да, и теперь они будут у нас, собственно, подсвечиваться. Вот. И всегда по центру, потому что мы используем position center. Всегда будет теперь по центру. Так, ну, у нас что-то они, на самом деле, великоваты. Если мы посмотрим здесь, да, 16 на 16, но, видимо, у нас еще здесь как-то border учитывается, и в итоге нужно сделать чуть поменьше, скорее всего, их. Вот, если вы посмотрите, просто видно, что кружочек наш явно больше, чем этот кружочек. Ну, давайте сейчас опустим и точно поймем. Так, значит, нам нужно обратиться к вот этому элементу. Form field caption, который находится внутри fields. Значит, мы это закрываем, идем вот сюда, внутри fields. Вот. Margin bottom 15. Моговато 15 будет, хотя... Так, чуть не применилось. Давайте проверим. Не применяется, потому что ниже прописан 10. Да, да, да. Тогда давайте просто fields переместим. Вот сюда, например. Чтоб нет. Так, 15 нам мало. Давайте чуть больше. Вот так получается. Вот, 21. 21 есть. Дальше, у fields мы сделаем padding left. Ну, не знаю, тут буквально 3 пикселя. Так, отрабатывает он или нет? Кажется, нет. А, у меня опять не сохраняется фалик. Ну, видимо, да, жесткий диск что-то мудрит. Ну, именно жесткий диск, на котором находится проект. Видимо, мудрит все-таки, к сожалению. Ну, ладно, ладно. Значит, будем так. Очень странно, что если не сохранять и потом зайти, он будет работать. Он загрузится и будет работать. Вот, да, 3 пикселя нормально. Отлично. Теперь мы можем обратиться непосредственно к элементу fieldset. Да, где он у нас? Он у нас, вот он. FromContact с Radio. То есть Radio. Node. LastChild. Ну, мы сделаем marginRide, ну, 10 пикселей условно. Ну, понятно, что мы пока не знаем. Давайте теперь подставим правильное значение. Ну, оно вот у нас вот такое. 22 пикселя. Есть. Ну, и кружочек нужно опустить. Мы можем сразу это сделать. Мы можем сразу здесь задать некий топ. Нет, кружочек все-таки попал ровно. Топ 4 пикселя для наших кастомов. Давайте сейчас их откроем. Settings. Custom Radio. Вот здесь будет 4. И вот здесь будет 4. Сохраняем, сохраняем. Все, готово. Наши чекбоксы готовы. Они уже полностью по стилям. Ну, и осталось поле Message. Да, вот это вот. Это у нас форм-контакт с field big. Мы обратимся вот здесь к big. А внутри обратимся к input. А, ну, в принципе, форм-field так. Big есть, да? А внутри обратимся к input. Да, все правильно. Заберем его. Обратимся к нему. И напишем здесь. Ну, наверное, тоже 100 пикселей высота, скорее всего. Снова у меня не сохранился файлик. Да, нет, сохранился. А что тут? Что не так тогда? Не применяется код. А почему? Что его перебивает? Его перебивает вот это. Вот форм-контакт с. Ага, на 43 строке. Да, 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 да. Окей, мы тогда сделаем по-другому. Мы тогда это пропишем вообще отдельным блоком. Форм. Так. Форм-контакт с. form-field-input big будет вот такой. Вот. Ну, тут только не 100, да, а побольше явно. Побольше. Так, побольше. Мы задаем приблизительное значение 126 пикселей. И задаем, конечно, ширину 100%. Но здесь надо посмотреть, чему задать. А, видимо, вот этому big как раз-таки и задать. Контакт с form-field. Вот здесь 47,5. А для big мы укажем 100% ширины. Так, указали. Снова не сработало. Почему? Или у меня не сохранился файлик опять? А, я понял. Потому что я не туда указал. Надо не fields, а field. Вот сюда. А вот теперь не сохранилось. Так, ну хорошо. Мы можем, в принципе, пока дальше выстраивать приблизительно. Так, давайте можем обратиться к ботому сразу здесь. Вот он. Deeply flag. То есть, а content space between здесь явно будет у нас использован. И давайте какую-то максимальную ширину зададим для этого блока. 315, да? Для нашего чекбокса, так называемого. А, ну, наверное, еще сюда подойдет line item с центра, да? Да. Проверим себя. Да, отлично. Ну и да, вот здесь нужно задать. MaxVis315 для вот этого чекбокса. Ну, в принципе, можем обратиться к чекбоксу, да? Чекбокс. MaxVis315 пикселей. Так. Что произошло? Применилось для чекбокса, а причем здесь другая форма вся. Не понял. Ну, давайте вот так сделаем. Обратно. Что-то явно пошло не так. Так. Еще раз для чекбокса. FormContact с чекбокс. MaxVis. Сдвигается вся форма, если задать. Интересно. Очень интересно. Если задать MaxVis, сдвигается вся форма. Хорошо, тогда, окей, мы оставляем. И тогда здесь MaxVis меняем на with. В таком случае меняться не будет, да. Хорошо. Ну и что нам нужно сделать? Нам нужно сделать для боттама паддинг топ. Ну, скажем, там 30 пока что наугад, опять же. Да. И вот здесь давайте уже поправим его. Правильно сделаем. Это будет вот так. 39. И для чекбокса нужно назвать будет правильный. Точнее не для самого чекбокса, а для текста скорее, да. CustomChemboxText. Надеюсь, мы укажем. Нужно будет назвать правильный размер шрифта, там и все такое. Странно, что он отличается. По идее, не должен, конечно. Ну, от формы к форме, но раз уж так решили, по-моему, какие-то значения. Это есть. Обновим страничку. И остается только подвинуть сам вот этот чекбокс, да. Немножечко его опустить вниз. Это у нас делается, опять же, вот этим топом, да. Топ у нас будет, получается, 5 пикселей, да, для before и для after. То бишь, для вот этого текста. А вот, собственно, можем здесь before, топ-4 и after, топ-4 сделать. Вот. Ну и, собственно, все. Форма на этом готова. Все на месте. Все элементы открываются, работают. Все четко у нас. Отлично. Здесь все. И давайте делать последний блок про офисы, да. Для этого мы сейчас все позакрываем лишнее. Откроем блок с офисами. Ну, точнее, файлик, да. Это у нас контактс. Контактс, контактс. Так, инфо получается, да. Делаем здесь секшн. Контактс, инфо. Инфо. Контейнер. Так, еще раз. Контейнер. Раз-два. Тайтл. Тайтл-центр. Это у нас будет заголовок. Our Offices. И сделаем P. Desk. Значит, Desk. Center. Здесь мы сделаем вот такой вот абзац. Давайте его тоже типографим. Вставим, сохраним и получим новую секцию. Да. Есть новая секция. У нее будет другой фон немножко. Но это пока не так важно. Хотя, нет, важно на самом деле, потому что нам нужно будет задавать ей правильные паддинги. Ей и следующей секции. Поэтому, контактс, инфо, с css. Да. И здесь, собственно, делаем контактс, инфо. Так вот, контактс, инфо. Мы делаем run-color и берем его из макета. Возможно, еще, что не только компьютер у меня тупит, а, возможно, то, что мы сделали много файлов, да, и действительно много. Возможно, это как-то сказывается, но все-таки я, скорее всего, грешу именно на жесткий диск, потому что хранится у меня сейчас проект на новом жестком диске, еще не обкатанном. Не уверен я в том, что он идеально работает. Поэтому, возможно, действительно проблема именно в нем. Итак, паддин бота мы зададим тоже 120. Так, как-то она тут плохо видна. Я не вижу границы, к сожалению. Давайте сейчас вот тут еще сделаем. Вот так. Я просто не вижу действительно границы секций. А, вот теперь вижу все, все, теперь вижу, теперь все четко, да, значит, нам надо работать только с этим теперь отступом. Вот, отлично, есть. И здесь у нас сеточка очень похожая на сетку 120, 120. Нет, она немножко другая, отступы другие, но очень похожа все равно на ту сетку. Помните, где у нас были блоки, там, Корвейлис, вот эти вот секции. Здесь у нас что? А я думаю, мы просто ту сетку повторим на самом деле. Здесь нет смысла выдумывать. Мы просто возьмем ту сетку и немножко повторим ее, сделаем под себя. Это мы закроем. Контакт с формой тоже не нужен, а вот контакт с инфо очень даже нужен. Смотрим, что у нас тут. Наши офисы, ля-ля-ля, все такое. Ну и давайте вот здесь будем писать, что нам тут нужно. Собственно говоря, нам нужно ul. Контакт с инфо лист. Далее, ли. Контакт с инфо. Айтем. Далее, в нем нужен будет h3. Контакт с инфо. Сабтайтл. Хотя это, наверное, не заголовок все-таки, да? Ну ладно, пусть будет как заголовок. В принципе, можно использовать его и как заголовок здесь. Your QSA. Далее. Далее мы сделаем здесь адрес. Контакт с инфо адрес. Ставим, собственно, сам адрес. Далее возьмем ссылку контакт с инфо линк. И ссылочка будет у нас си онлайн мэп. И далее у нас будет еще здесь несколько блоков, одинаковых по стилю. Поэтому нужно здесь что-то придумать одинаковое. Ну, скажем, это будет сначала див. Контакт с инфо ботом, например, да? А здесь будет у нас спан контакт с инфо. Или нет, пусть будет тоже див. Контакт с инфо. Айтем уже был, да? Пусть будет элемент. И внутри будет спан. Контакт с инфо вэлью. В котором будет как раз таки... У тебя даже здесь не спан, здесь будет даже ссылка. Именно в этом случае, да? Ссылка с href пустым. На телефончик вот этот вот. Точнее не пустым, да? Здесь мы тел укажем. Вот так. Ну, а здесь будет текст call. Ну и, соответственно, таких элементов будет три. Здесь будет не call, а email. Да, здесь мы укажем mail.to. И здесь мы укажем правильный адрес. Ну и дальше будет не ссылка, а как раз таки спан. Спан. Чрев удаляем, естественно. И здесь будет schedule. То есть график работает, да? Или расписание еще переводится, неважно. И вот, собственно, этот самый schedule. Отлично. Сохраняемся. И вот как это все выглядит. Давайте еще сбросим. List. Преседус. Используем. Использовали. Хорошо. Теперь идем в core-willius. Это у нас, по-моему, блок mission, да, называется. Просто чтобы нам зайти в css-файлик. И вот, собственно, его сеточка, да. В принципе, нам она и нужна. Пожалуй, мы ее прям так и заберем, да, и уже с ней будем работать. Вот. Поэтому вот здесь, прям к листу. Mission gap до этого у нас был 94. Здесь будет, давайте, контакт с gap назовем это. Он будет 120. Здесь будет три элемента. Маржин бота мы пока не знаем. Ну, пока пусть остается таким. Сохраним. И если все правильно сделано, то у нас элемент будет правильного размера. Гриды применились. Вот наш элемент. Наверное, он не совсем правильного размера. Хотя. Так. Мы сделали 3.1. Феркс. Правильно. Контакт с gap у нас не 120 должен быть. Или 120. Давайте еще раз поглядим. Вот этот элемент у нас 120 здесь. И здесь туда. Значит, 120, да. Действительно 120. И gap между ними 120 умножить на 2. Да. Тогда погляди все правильно. ну давайте попробуем добавить еще один элемент, пусть он будет с другим текстом, это не важно важно попробовать их примерно выставить между собой выстроить так а, я понял ссылается на mission gap у нас здесь переменные, а у нас переменная mission gap здесь не определена по этому проблемам, вот теперь мы видим, что все действительно идеально ровно прекрасно, значит наша сетка сработала мы можем из mission кстати говоря, забрать сразу divider так называемый вот, можем пойти к item вот здесь написать item и у item, ну вот это нам не надо у item явно divider нам нужен, пусть будет и здесь у нас что, padding top и всякие background не нужны, text line center пусть будет, padding top наверное не нужен, все-таки и divider у нас здесь другой там явно он был светлым что ли здесь будет другой divider divider, divider, а пусть будет divider 2 просто вот здесь мы сделаем divider 2 и по идее все, divider тоже должен появиться единственное, что здесь, да, тоже не mission gap, а contacts gap так что неправильно смотрим автор есть, он на месте он даже появился, а вот divider 2 что-то, как будто бы не подгрузился сюда странно по идее тоже так, еще мы не удалили текст line center он нам не нужен так, divider 2 svg что с ним могло произойти он как бы в папке есть так, divider вот он, divider 2 svg если так его открыть, а вот тоже не видно, кстати говоря видимо в этом и проблема либо я просто не вижу divider 2 так, а если мы сделаем первый divider все-таки в коде так, divider а, ну в принципе вот он окей, можем тогда второе не делать оставляем этот и все отлично, ну и что стиль нужно стиль назад теперь, собственно говоря все элементы каждый элемент вот этого блока это уже не сложно это очень просто делается обращаемся к нему и в пикад итак у нас есть subtitle margin 0 все стили сразу я буду чуть-чуть в ускоренном режиме это делать потому что, ну опять же мы это делали уже миллион раз я думаю, что в целом вы понимаете как это все работает да, мы просто просто идем сюда и забираем стили и потом вставляем себе чуть-чуть видоизменяем да, вот там переменные используем и так далее но в целом, я думаю, вы уже понимаете как это все работает поэтому я чуть-чуть здесь ускорюсь вот, так дальше 7dmap это у нас, по-моему, link если я правильно напомню так, это будет у нас color primary и еще у нас будет border bottom color pixel solid current color да, и еще у нас есть получается вот этот bottom, да, блок в котором есть элемент у элемента должно быть по умолчанию вот это вот значение ну то есть шлифт вот этот по умолчанию и цвет текста получается это у нас color storm, да вот а если внутри еще есть value то у него будет просто другой цвет получается color а не просто да, вот здесь вот так кажется да, похоже на правду даже заголовок у нас встал на место как мы видим здесь все четко остается сделать отступы значит режим вот там ну давайте 30 делаем к примеру чуть-чуть меньше а мы еще забыли здесь указать font style normal да, чтобы у нас вову ага так, не 30, а 23, например 24 окей адресу тоже и на line block чтобы сработал margin пиксели 10 вниз даем 7 6 да, и line height пожалуй, наверное, уберем потому что border слишком далеко нет, только не здесь line height, а у ссылочки да, только не здесь, а у ссылочки тогда придется и отступ изменить сейчас но мы это сделаем как только у меня сохранится файлик да вот давайте, пока он пока он сохраняется мы все равно будем продолжать работу да, я предлагаю просто здесь тогда сделать h2 title title center и contacts contacts.info.soc да, это у нас будет следующий заголовок find us.at и из файлика футера просто забрать полностью социальные сети вот здесь да, и назвать их не footer.social, а contacts.info.social так они все есть, да, хорошо давайте продолжать у нас все подгрузилось теперь мы можем продолжать так значит, see on the map мы должны все-таки выставить правильно поэтому давайте здесь поставим 8 9 больше подходит, наверное дальше здесь мы нажимаем bottom 15, например больше 25 26 нет, 24 наоборот да, и элемента not last child margin bottom ну, 5 да, 5 хорошо подходит отлично ну и все с этим все теперь у списка отступ все-таки нам нужен правильный да, скажем здесь пикселей 50 ну нет, явно больше давайте 100 130 120 давайте 118 вот вот и блок social, да который мы только что использовали давайте пишем вот здесь social just a content center поставим, пожалуй это готово размеры иконок 32 на 32 вспомним, что она отвечает за размеры ссылки сами или то, что внутри давайте проверим это дело я не помню за размеры иконок у нас отвечают ссылки social link значит мы вот здесь используем просто social link делаем в из 32 из 32 и в svg-шке внутри мы укажем другой фил здесь фил у нас так и опасти стоит да, и все такое нам опасти не нужен нам нужен фил color storm и опасти 1 значит опасти 1 и фил var color storm и вот наши иконочки хорошо ну и еще вот, чтоб у них другой, да давайте мы его немножко тоже пофиксим она сейчас тут сдвигается но это не важно 24 пикселя social item item вот last child margin write что я этому говорил 24 пикселя есть ну и я сделал здесь блок соц да, то есть именно заголовок с блоком соц с классом соц и вот здесь отступ спокойненько теперь накручу это 41 пиксель и отступ снизу этого блока не 80 а чуть побольше видимо, да пусть это будет по 1 вот там 100 120 что ли не уже нет 120 а, нет 120 идеально подходит значит тут меняем подвинуть топ 80 ну и что ж я вас поздравляю мы закончили десктоп часть мы полностью закончили десктоп часть всего проекта всего сайта всех страниц это 20-я часть нашего марафона и мы в 20-й части закончили страницы у нас осталось собственно что у нас осталось я уже себе выписал нам осталось сделать по десктопу это состояние всех элементов ховеры фокусы всякие, да активы и так далее далее у нас есть слайдер на главной страничке это погенация да, давайте так вот она вот эта погенация у нас еще и нет по-моему стрелочек тоже нет добавим это второе далее нам нужно сделать видеоплеер то есть чтобы мы могли нажимать на play и на паузу нажимать возможно ну, скорее всего play будет именно вот вот у иконочки да, а пауза будет нажиматься уже непосредственно у самого плеера и плюс кнопочку реализовать которая будет вставить muted true или muted false далее нам нужно сделать view project блоки вот эти блоки как бы наводимся чтобы у нас появлялась вот эта кнопочка да, и блок уезжал чуть выше далее нам нужно будет сделать ховер в команде вот здесь да он у нас есть но не доделанный да это в принципе не сложно далее с карты разобраться возможность тут придумать да, какой-то эффектик ну, я говорил скорее всего это будут тултипы далее у нас должна быть ссылка сделана go to top который наверх переводит и модальные окна которые мы еще не сделали вот они вот собственно и все я думаю мы это все в одно видео уместим в принципе и остается после этого адаптив как я говорил адаптив в целом не будет супер сложным потому что все сделано ну, почти все на грядах там где сделано флексами будет чуть сложнее но опять же чуть это не значит что сложно поэтому в целом будет все достаточно просто и мы все сделаем достаточно просто ну что ж на этом все получилась такая большая часть к сожалению с заминками из-за сохранений но, пожалуй я допишу уже марафон так как он есть пусть даже с этим изолежками а потом уже что-то придумаю с компьютером что-то с этим жестким диском и так далее ну что ж на этом все всем успеху, удачи до следующего видео и пока удачи! 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 fs是